В Дворце спорта «Видное» состоялся финал районного конкурса «Видновчанка-2015». До этого были отборочные туры и полуфинал из 16 участниц. И только 4 из них дошли до главного состязания. Это ученицы из Видновской гимназии, художественно-технического лицея, школы номер 4 и номер 9. Причем последней участнице этот шанс выпал практически перед самым финалом. Я считаю, наши участницы готовы, хоть у нас было значительно меньше времени, чем у других, потому что наша участница сюда пришла вследствие того, что другая отказалась. У нас очень хорошая подготовка, мы все слаженно сделали. Я полностью рассчитываю на свою команду, потому что они у меня молодцы. Ну и, конечно же, я думаю, что мы достойно выступим, все будет хорошо. Финальные задания конкурса прошли под девизом «Мир, труд, май». Мы привыкли к этому лозунгу, а ведь смысл каждого из этих слов чрезвычайно важен. И конкурсантки постарались их раскрыть. «Мой мир», задание первого этапа и визитная карточка участниц. Желтый цвет, потребность счастья. Для меня счастье – это сладкое и неповторимое детство. Я счастлива, когда мама обнимает меня после трудного дня. Я счастлива, когда чувствую запах папиного одеколона по утрам. Я счастлива, когда слышу, как моя двухлетняя сестра и со всех сил старается выговорить мое имя. Нашу школу представляет Настя Фадеева. Она моя лучшая подруга. Желаю ей счастья, успехов, удачи, чтобы она выиграла, конечно. «Мой труд» – это следующий этап состязаний. Здесь девушкам было предложено перевоплотиться в знаменитых тружениц страны. Александре Бородиной выпала честь представлять нашу землячку – именитую трактористку Пашу Кавардак. «Да, кругом беда. Да только некогда нам руки опускать. Земля нам тоже мать. И наш долг – заботиться о ней. Вперед, ребята, на пахоту!» Жюри должны решить, кто лучше из нас. Но мы покажем все, на что мы способны. И я постараюсь выложиться по полной, чтобы всем очень понравилось. Завершающий этап конкурса прошел под названием «Мой май». Этот месяц ознаменован Великой Победой. Поэтому в выступлении участницы подготовили свой ответ войне и восславили подвиг героев, прошедших Великую Отечественную войну. Я выжил. Жди меня. Финалистки выступили. И перед членами жюри стояла непростая задача – выбрать самую необыкновенную, оценить все качества, которыми должна обладать победительница. Должна быть умненькая, интеллектуально развитая, симпатичная. Красавица мы не красоту оцениваем. Способная, имеется какие-то творческие наклонности. Поэтому все как-то вкупе. Их в отборочных так и отбирают, чтобы она могла во всех ипостасиях предстать достойно. Зал рукоплескал талантам участниц. За девушек болели не только одноклассники и учителя. В зале были и ветераны, и юноши, которые не так давно сражались за титул «Рыцарь года». Жить в удовольствии и только творить добро. Прежде всего, самим надо найти прочную позицию в жизни. Помогать и младшим, и не забывать старших поколений. И тогда будет у нас все в порядке. Я хочу пожелать удачи всем конкурсантам, которые будут сегодня выступать. Пусть они покажут то, на что они способны. А жюри уже выберет самую достойную, самую лучшую из них. Жюри определилось. Настал момент оглашения результатов конкурса. Раскрыл интригу, исполняющий обязанности главы Ленинского района Олег Хромов. Победителем конкурса «Видновчанка-2015» признана Тюлайнин Елизавета. Поздравляем! Эмоции непередаваемые, потому что это счастье. Я не могу передать им меня внутри. Я не осознала. То, что я победила, я не осознала. Это очень круто. У меня пропал словарный запас. Это не моя победа, это победа моей команды, моей школы. Все, кто болел за меня, они все в моем сердце. Это невероятная поддержка и огромное им спасибо за это. Победительницы надели диадему. А все участницы, кроме цветов и подарков, получили победу в различных номинациях. Елена Бабина, Алексей Иванов, Елена Кошлева. Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров Н.Алексей Иванович